Ободранная, голая, облысевшая, каких только эпитетов не удостоилась со стороны заводчан, антисанкционная версия Lada Granta, которую пришлось избавить от европейских комплектующих. Однако новинка внезапно удивила неплохим оснащением. Новоиспеченная Lada Granta Classic получила окрашенные молдинги дверей, электропривод боковых зеркал, а в качестве опции 15-дюймовые легкосплавные диски, хотя штатное оснащение колеса диаметром 14 дюймов. Кроме того, вопреки слухам, в машине будут электроусилители руля, электрические стеклоподъемники передних дверей, крепление детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок и даже аудиоподготовка. Единственный доступный мотор – 8-клапанник 1.6 отдачи 90 сил. Сам АвтоВАЗ скромно умалчивает, но агрегат отвечает эко-нормам Евро-2. Вполне возможно, что смена блока управления также повлияла на показатели по разгону и расходу. Вдобавок, вазовскому бестселлеру пришлось лишиться антиблокировочной системы тормозов, а с ней и системы стабилизации. Со временем Granta должна разжиться АБС китайской марки 3 нового, но это случится примерно через месяц. Стоимость новой комплектации обещают объявить через неделю-другую, но дилеры сигнализируют, что стартовая цена составит около 640 тысяч рублей, хотя ранее те же дилеры намекали на более скромную сумму. Конфигурация Classic будет доступна почти для всего семейства – седана, лифтбека, универсала, а также специальной модификации Drive Active. Исключение составили только пятидверный хэтчбек и исполнение кросс. Появление упрощенной новинки позволило вывести автоваз из затянувшейся спячки, которая длилась последние недели. Теперь автогигант планирует ежедневно выдавать по 400-500 машин. И это действительно серьезная заявка. Правда, есть один важный момент – на таких машинах нельзя выезжать за пределы России. Исключение составят страны, с которыми будет достигнута отдельная договоренность. В их список первыми, скорее всего, войдут Белоруссия и Казахстан. Но для большинства россиян все это несущественные мелочи, которые меркнут на фоне самой возможности приобрести автомобиль за разумные деньги. В разгар полупроводникового кризиса дилеры не стеснялись спросить за гранту по полтора миллиона рублей.